В столице сегодня приподнят занавес молодежного театрального форума. 14 стран Содружества Балтии и Грузии свое участие подтвердили. На языке за кулиси это будет уже второй звонок. Минск принимает от Кишинева эстафету нового проекта, сравнимого со всемирно известными фестивалями в Авеньоне и Эдинбурге, что символично в год молодежи, объявленный в Беларуси. Среди сотен гостей нет лишь делегации Туркменистана, чье отсутствие сегодня прокомментировал инициатор форума. Пять лет назад Валерий Шадрин возглавил Международную конфедерацию театральных союзов, сменив на этом посту народного артиста СССР Кирилла Лаврова. Скажу честно, мы обращались в Туркменистане, и я был в Туркменистане, и с ними говорил, и с министром, и мы писали им. Но вот они пока не проявили интерес. Я думаю, что со временем мы все-таки к ним какие-то подходы найдем. Мы в свое время знали все друг друга, с Лешей Дударевым, с Азером, с другими нашими друзьями и детями. А это молодое поколение тоже должно иметь контакт. Восемь дней, начиная с 19 ноября, в Минске, согласно афишам, самые интересные спектакли, созданные молодыми режиссерами. 13 финалистов отобраны экспертами с 86 номинантов. Откроет форум «Божественная игра». Этномюзикл Национального драм-театра Азербайджана покажут на основной сцене Купаловского. Всего в проекте пять площадок столицы. Серьезно работали по техническим требованиям каждого театра, по специфике, потому что некоторым театрам нужна была малая сцена, другим нужна была большая сцена, взаимодействие со зрителем, постарались, чтобы доверили все площадки, находящиеся ближе к центру, чтобы и жюри было удобно перемещаться, и участникам по два спектакля в день. Билеты на некоторые показы еще можно найти в кассах города. Вообще программа театрального форума на любой вкус. Между спектаклями и мастер-классы сценографов. Их работы уже в каталоге. Сегодня в Минске представленный сборник пьес молодых драматургов. «Свое я за круглым столом» скажут также критики стран СНГ, Балтии и Грузии. Межкультурный диалог. В этом суть проекта, объединившего почти одну шестую часть суши.